В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ложная тревога. Подробности эвакуации сотрудников администрации после сообщения о взрывном устройстве. Знак шипы на стекло автомобиля. Канал 16 провел совместную акцию с сотрудниками госавтоинспекции. В памяти капитана Александра Майорова в Сарове завершился чемпионат органов безопасности Приволжского федерального округа по рукопашному бою. Далее расскажем обо всем подробно. 8 ноября в районе 4 часов вечера в экстренные службы позвонил неизвестный и сообщил, что в здании администрации заложено взрывное устройство. На месте происшествия работали специалисты ГО и ЧС, полиция, пожарные службы и скорой помощи. Сотрудники администрации были эвакуированы, перекрыты все близлежащие улицы, в здании работали кинологи с собаками. Спустя несколько дней стали известны подробности происшествия. Люди эвакуированы из здания, на место прибыли отряды спецслужб, пожарные, скорые, ГО и ЧС. Территория оцеплена, проход и проезд запрещены. Ложные сообщения о взрывном устройстве часто оказываются злой шуткой подростков и ограничиваются школами или другими общественными местами. Впервые в Сарове выбор нарушителя полна администрацию города. Произведен осмотр здания администрации с использованием служебной собаки, которая подготовлена на поезд заручительных веществ. Произведен осмотр места происшествия, взрывных устройств не обнаруженных. При поступлении на пульт полиции подобных сообщений спецслужба реагирует по отложенной схеме. Первым делом на место выезжает наряд сотрудников правоохранительных органов. После чего следственная оперативная группа и другие экстренные службы. Телефонного хулигана долго искать не пришлось. Его личность стала известна буквально на следующий день. В ходе оперативно-рестных мероприятий был установлен гражданин 1961 года рождения, который произвел этот звонок. Данный гражданин был доставлен в орган внутренних дел, опрошен по данному факту. В отношении данного гражданина 9 числа возбуждено уголовное дело. По статье 207 части 3, которая звучит как заведомо ложное сообщение об акте терроризма, нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас гражданин находится под подпиской о невыезде. В отношении него проводятся предварительные следствия. В нашем городе работает несколько учреждений по оказанию услуг в сфере социальной поддержки населения. Одна из форм социального сопровождения людей пожилого возраста – так называемая гостевая семья. Кто может взять на себя заботу об одиноких пенсионерах и как выстроены взаимоотношения в гостевой семье, выясняла наша съемочная группа. В Нижегородской области активно внедряется система социальной поддержки «Гостевая семья». И в регионе уже более десятка семей взяли на себя ответственность ухаживать и помогать людям преклонного возраста. Гостевая семья, она, на мой взгляд, обеспечивает и более полный социальный уход, и обеспечивает общение с человеком, и на своем практическом месте. Располагаться гостевая семья по закону может как на территории того, кому необходима помощь, так и на жилплощади того, кто эту помощь готов оказать. Договор о оказании подобной социальной помощи заключается в трехстороннем формате. Одной из сторон выступают работники социальной службы. Их задача – раз в квартал проверять условия, в которых живет пожилой человек. Соглашение о гостевой семье заключается на полгода с возможностью последующего продления. Соглашение о гостевой семье предусматривает, что человек может какую-то часть своих доходов, я имею в виду опекаемые, перечислить в фонд гостевой семьи, за счет которого будет осуществляться и уход, и покупка продуктов, медикаментов, предметов ухода за ним и прочее. Заключить соглашение о гостевой семье может любой пенсионер, попавший в ситуацию социального одиночества. В первую очередь рассматриваются кандидаты с хроническими формами заболеваний легких, сердца и головного мозга. Как пояснил Сергей Козлов, заработать у тех, кто решил помочь старикам, заключая договор о гостевой семье, не удастся. С соглашением предусмотрено, что не менее 30% от дохода пенсионера остается у него на руках. Это единственное имущественное соглашение. Других прав, например, на квартиру в последующем или на какое-то имущество этого опекаемого вы не имеете. Форма социального ухода за одинокими пожилыми людьми и гостевая семья создавалась не для получения какого-либо дохода. На первый план в этих взаимоотношениях выходит милосердие, сострадание и желание сделать жизнь хотя бы одного человека немного лучше и светлее. Департамент городского хозяйства напоминает, что по всей стране проводится всероссийская реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно закону, до 1 января будущего года все собственники ТКО должны заключить с региональным оператором договоры. Интересы жителей многоквартирных домов будут упредставлять управляющие компании. Отсутствие соответствующего договора после 1 января 2019 года может повлечь за собой административную ответственность. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчане помогут выбрать новое название для главного аэропорта Нижегородской области. Сейчас воздушная гавань называется «Стригина», но в скором будущем сменит обозначение. Аэропорт переименует в честь одного из трех выдающихся нижегородцев – писателя Максима Горького, национального героя Козьму Минина или летчика Валерия Чкалова. Окончательное решение вынесут по итогам голосования, которое уже сейчас проходит на нескольких площадках. Проще всего, не выходя из дома, высказать свое мнение можно на официальном сайте великиеимена.рф. Саровчанам расскажут о межевании городских территорий. 27 ноября в здании администрации пройдут публичные слушания. Участники встречи обсудят постановку на кадастровый учет земельных участков, расположенных в пределах улиц Осипенко, Нижегородской, Гоголя и Маяковского. Более подробная информация по телефону 99066. В Березке выбрали лучшие социальные проекты, которые получат гранты из городского бюджета. На днях там завершился традиционный молодежный форум «Время выбрало нас», в котором приняли участие ребята, готовые не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь. В общей сложности жюри выбрало четыре проекта победителя. Все эти инициативы получат из городского бюджета гранты в размере 20 тысяч рублей. Отмена знака шипы на автомобиле – одна из самых обсуждаемых среди водителей тем этой осени. На рассмотрение Госдумы был вынесен законопроект, который должен внести изменения в правила дорожного движения и исключить знак шипы из списка нужных для крепления на окна машины. Но, как показала инициатива, так и остается на уровне законопроекта. В преддверии зимнего сезона сотрудники ГИБДД уточнили, что знак шипы никто не отменял. Белый треугольник с каймой красного цвета, в который вписана черная буква «Ш». Наш телеканал провел совместную акцию с сотрудниками госавтоинспекции. Теперь на автомобилях саровчан появятся необходимые в осенне-зимний период наклейки с логотипом канала «16». Этот треугольник нужен для того, чтобы сзади средства обладало информацией, что впереди двигающиеся автомашины, установленные шипованные автошины и тормозной путь может несколько быть короче, чем у автомашины, которая не оснащена данным типом автошин. И, соответственно, выбирать скорость движения и дистанцию соответственно. Просто прям не успел наклеить и есть такая, но такой подарок я принимаю с удовольствием. И, конечно, мы наклеиваем. Клеится он в левую сторону, так что аккуратненько приклеим. Здравствуйте, нужна такая штука? Да. Наклеивайте. Смотрите канал «16» и соблюдайте правила дорожного движения. Обязательно. Молодцы. А переобулили ли вы свой автомобиль в зиме? Если честно, вот со дня на день. Со дня на день? А как вы считаете, нужны ли вот такие значки на стеклах? Ну, наверное, они полезны. Ну, тогда получайте треугольничек с логотипом канала «16». Канал «16» вместе с госавтоинспекцией нашего города решил раздать всем вот такие вот значки. Полезные, нужные? Обязательно нужные. А зачем они нужны, и как вы думаете? Как зачем? Чтоб знали, положено по правилам букву «Ш» иметь, значит, положено. А мы предлагаем вам получить вот такую штуку еще и с логотипом «Канал 16». Давайте обновим. Давай. Держите. Совместная акция канала «16» и госавтоинспекцией удалась на все 100%. И теперь на стеклах некоторых автомобилистов нашего города появится замечательный треугольничек с буквы «Ш» и логотипом канала «16». Ну, а с вами работала Дарья Цапорыгина и Артемий Глазков. Служба новостей Саров-24. До новых встреч. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день особое внимание уделяется инвалидам по зрению, их достижениям, успехам, нужным и проблемам. Частичные или полные потери зрения не становятся для них препятствием для полноценной жизни. Солнечные очки даже в помещении. Это не детали имиджа, а необходимость скрыть последствия недуга. Виктор не видит с детства. Трагическая случайность или халатность врачей стали причиной полной потери зрения. Молодой человек живет тактильными ощущениями. Если для обычного человека достаточно видеть своего собеседника, для Виктора важно чувствовать его рядом и держать за руку. Своими главными помощниками и проводниками в мир зрячих он считает бабушку и дедушку. Они меня поддерживают в том, что я иногда репетирую песни, которые дают в центре конкурсу или концерту. Виктор занимается вокалом. Он успешно выступает на концертных площадках родного города и активно участвует в различных конкурсах. Творческие способности у молодого человека раскрылись на встречах клуба «Лотос». Он вообще очень талантливый и одаренный молодой человек. Он, ребят, начал необычно поздравлять с днем рождения. Это всегда была какая-то песня. Песня поздравления. Юлия Гараева заметила увлечение Виктора и решила развивать способности начинающего артиста. Они регулярно занимаются вокалом, подбирают репертуар и участвуют в конкурсах и фестивалях. Сейчас молодой человек готовится к концерту, посвященному Дню Матери. Виктор, конечно, не унывающий, не опускающий руки. Молодой человек, всегда улыбающийся. Настолько интересный собеседник. И поговорить о музыке, если что-то тебе непонятно, он расскажет очень многое. Музыка, пение, репетиции, выступления. Особенный мир Виктора наполнен творчеством, новыми планами и идеями. Но есть в его жизни место и большой мечте. Обычному человеку она покажется слишком простой. Для незрячего она практически недостижима. Конечно, я на свободное время мечтаю выйти во двор, вынести мусор, бабушке помочь. Виктору всего лишь 22 года. Возраст, который позволяет реализовать самые смелые проекты и начинания. А его характер и целеустремленность могут стать примером для многих молодых людей. В нашем городе прошел юбилейный 15-й чемпионат органов безопасности Приволжского федерального округа по рукопашному бою памяти капитана Александра Майорова. В турнире приняли участие 8 команд из Нижнего Новгорода, Пенза, Выкса и Кстова. Наш город на соревнованиях представляли бойцы городской федерации рукопашного боя и клуба «Панкратион». Подробнее о соревнованиях расскажем в следующем репортаже. Им нельзя говорить много о своей работе. По долгу службы на их плечах лежит ответственность за безопасность всей страны. Раз в год в наш город приезжают силовики из различных подразделений Приволжского федерального округа, чтобы почтить память своего коллеги, капитана Александра Майорова. На этих соревнованиях спортсмены не гонятся за медалями и первыми местами на пьедестале почета. Участие в турнире – это дань памяти и дело чести. Мы, как граждане своей страны, должны заботиться о безопасности своего отечества. А с другой стороны, конечно, это воспитание настоящего мужского начала. Пример как раз Александра в борьбе с терроризмом на Кавказе – как раз тот самый лучший пример. Он тоже воспитывал и закалял свой дух. Саровчанин, сотрудник регионального отдела специального назначения у ФСБ России Александр Майоров, героически погиб в 2001 году при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Он был кавалером Ордена Мужества и награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Александр был воспитанником Саровской спортивной школы и имел звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Люди помнят об Александре. И пока мы помним о нем, ну вообще о тех людях, которые защищали родину, которые погибли при исполнении. Пока мы об этом помним, это хорошо. Наш город принимает этот турнир в 15-й раз. В этом году в нем приняли участие команда из Нижнего Новгорода, Пензы, Выксы, представители Академии Самбо города Кстова, Федерации рукопашного боя города Сарова. Всего 8 команд и 58 человек. Среди них 10 мастеров спорта, остальные – кандидаты в мастера, либо спортсмены, имеющие первый разряд. Турнир памяти Александра Майорова проводится с 2003 года. И с 2009-го получил статус чемпионата. Это не только работает на внешний имидж города, потому что, конечно, очень много славных страниц истории, связанных и с духовностью, и с ядерным щитом. Но сегодня пишется каждый день новая история. Победитель турнира определялся в каждой весовой категории. После старта соревновательного дня спортсмены встретились в отборочных поединках. Те, кто показали лучшие результаты на этом этапе, получили путевки в полуфиналы. Судьба первых мест на пьедестале почета решилась в финальных схватках, где на татаме вышли те, кому на этих соревнованиях не было равных в рукопашном бое. Своим участием они отдают память Александру Майорову. И популяризация данного вида спорта показывает хороший пример для молодежи, для патриотического воспитания. По итогам турнира определились победители и призеры. Лучшие спортсмены этих соревнований также получили призы от спонсоров. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях Фонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин